Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коротко посудить на тему, которая называется разобщенность. Есть понятие разделенности, а есть понятие разобщенности. И из энциклопедии я выделил пять основных мыслей, которые включаются в это понятие разобщенности. Это изолированность, автономность, обособленность, расколотость и отгороженность. И сегодня очень много людей живут разобщенно, даже в своих семьях. Отгороженность, свои интересы, непонимание других и неимение общих ценностей и целей в своей жизни. И я нашел такую интересную статистику, что со времен перестройки из бывшего Советского Союза уехало 57 и более миллионов людей в другие страны. И они потеряли связь со своими родителями, детьми, друзьями, братьями и сестрами. И произошла большая разобщенность. И эта разобщенность, она физическая. Но вследствие физической разобщенности происходит и духовная разобщенность. Это когда интересы тех, кто живет в одном месте, семьи, и интересы тех, которые уехали, они не соприкасаются. И давайте мы просто представим себе такую ситуацию, что родители, скажем, живут в Грузии, а сын с женой и внуками, детьми сына уехали в Америку. Проходит год, два, пять и начинает происходить эта самая разобщенность. Не только физическая, она уже произошла, но и духовная. Все меньше и меньше люди общаются. Все реже и реже они находят соприкосновения в чем-то общем. И это негативное состояние, как духовное, так и физическое. И страдают семьи, потому что семьей являются не только дети, внуки, но и родители. И эта связь, она постепенно слабеет. И духовная и физическая разобщенность, она имеет сегодня место быть. Многие люди страдают от этого, страдают очень сильно. И многие даже не понимают, правильно ли они поступили, хотя это уже произошло в их жизни. И хотел бы обратиться к Библии. Это будет Евангелие от Луки, 9 глава, с 49 по 50 стихи. И сам Иисус, Он говорит что-то важное. И это, на мой взгляд, оно отношение имеет и ко всем нам людям сегодня. Один из учеников, а именно Иоанн, говорит, наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего беса, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Обратите внимание, физически этот человек, который именем Иисуса Христа изгонял от людей, из людей бесов, он не ходил с Иисусом Христом, с его учениками. Но духовно он был с ним. И ученики, видя, что физически этот человек не ходит с ними, они запретили ему. Произошло что-то негативное. Человек перестал помогать другим людям. И только почему? Потому что физически его тело не находилось с учениками Иисуса Христа. А духовно он получал силу от Бога живого, коим является Иисус Христос. Иисус говорит ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Разобщение. Очень много верующих людей разных христианских динаминаций. Они разобщены. Они вначале проявляют интерес друг к другу. Но когда они начинают узнавать, что у тебя церковь другая, у тебя православная церковь, а у тебя протестантская церковь, а у тебя католическая церковь. Нет, 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 ты чужой человек. И люди, происходит разобщение, отделение, это неправильно. Это работа врага. Сам Бог, Он не за то, чтобы люди разобщались. Нет, Он за то, чтобы они наоборот сообща что-то делали. Как физическое, так и духовное. Разобщенность. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.